Кто-то Новый год встречает с петардами и хлопушками, а этот мужчина начало 2018-го решил отметить автоматной очередью. Мужчина был задержан, оружие изъято. К слову, патроны оказались холостыми. Автомат предназначался для имитации выстрелов. Идёт проверка. Новый год для этого водителя явно не задался. ЧП случилось в микрорайоне Макаренко у кинотеатра Сочи. Очевидцы, снявшие видео, комментируют. Владелец авто перепутал поворот. Вот и оказался на лестнице. А это происшествие случилось тремя днями позже. Иномарка тёмного цвета прямо на пешеходном переходе сбила мальчика и скрылась. ДТП случилось в Хосте на улице 50 лет СССР. Ребёнок был госпитализирован. Водителя разыскивают. Ну а самое серьёзное за новогодние праздники авария случилось 5 января на трассе Адлер-Красная Поляна. Тойота выехала на встречную полосу и столкнулась с Вольксвагеном. От удара машину отбросила в ограждение. Тойота допустила столкновение ещё с двумя машинами. В ДТП погибли три человека. 6 января улица Пластунская. Там произошла авария с участием иномарки и маршрутки. Лексус, объезжая автобус не по правилам, справа вдоль ограждения, сбил водителя, который ремонтировал на обочине свою маршрутку. Тик решил просунуться вот между автобусом и забором. На место прибыла бригада скорой помощи. Водителя автобуса пришлось госпитализировать. А на автодороге Джубга-Сочи КамАЗ оставил вот такой 40-метровый след на подпорной стене. По одной из версий, причиной стало лопнувшее колесо и нарушение скоростного режима. О, ужас. Загорелась машина. Новогодние праздники запомнились и целым рядом пожаров. Российско-абхазская граница. Здесь 5 января рано утром загорелся автомобиль Киа. К тому моменту, когда на место прибыли пожарные, легковой транспорт уже сгорел практически дотла. Водитель авто пострадал, его с ожогами лица госпитализировали в ближайшую больницу. В Рождество пожар произошел в селе Молдовка. Загорелся частный дом, расположенный на улице Костромская. Огонь тушили 14 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших. Но без крыши над головой остались 6 семей. Всего же с 1 по 8 января в Сочи зафиксировано 6 пожаров. А вот еще одно видео, которое вызвало негодование у пользователей интернета. Сотни просмотров и столько же комментариев. На кадрах видно, как запряженные хаски остановились у оленей фермы. Чтобы заставить животных двигаться дальше, женщина, управлявшая собаками, начала их избивать. Проверкой инцидента уже занимается полиция. Если действия женщины квалифицируют как жестокое обращение с животными, то ей грозит уголовное дело.